Продолжение следует... Для более устойчивого управления полетом, так сказать, более надежного Желательно вывести внутреннюю антенну, которая в пульте управления, вот в пульте управления есть антенна Она обыкновенная сосиска здесь, только без пластмассового корпуса Обыкновенная антенна на 2,4 ГГц стоит на этом передатчике Это передатчик, пульт управления это передатчик Она в корпусе, легко меняется Можно заменить, выпаять антенну и в те же контакты припаять разъемчик выносной Вынести этот выносной разъем сюда, вот сюда И потом менять антенну, мне больше от роутера подходит Я так попробовал, поэкспериментировал Вот эта антенна от роутера, она обеспечивает нас более устойчивый, стабильный Уровень сигнала управления полетом дрона То есть приемник дрона X16 получает хороший мощный сигнал от передатчика с пульта И легко управляется Никаких не было у меня проблем с тем, чтобы при отдаче каких-то команд дрон их не выполнял Выполняет сразу, быстренько Поэтому вот рекомендую вывести сюда эту антенну И будет все окей Управлять подвесом с этого пульта очень легко, вот этими двумя кнопками Это кнопки предназначены для фото-видео Это фото, это видео И вот этой кнопочкой допустим подвес опускает камеру вниз Вот этой кнопочкой нажимает и он возвращает ее в первоначальное положение Очень все легко Также модернизировал и пульт управления в области питания Здесь у меня трехбаночная батарея Опять же из аккумуляторов 18650 А от батареи, вышедшей из строя от ноутбука Три одинаковых банки Собраны в трехбаночный аккумулятор Немножко Я заряжаю где-то до пяти процентов Его ставлю И мне его хватает На долго и долго Ни в коем случае не рекомендую Покупать вот эти вот аккумуляторы На три тысячи миллиампер часов На полторы тысячи миллиампер часов Ведут которые из них А на тысячу триста Вот это вот три тысячи На три тысячи Потому что у них низкий ток и низкий вольтаж Они всего-навсего 1,2 или 1,3 вольт А для управления Нужен 1,5 Их 1,5 Сюда надо шесть штук Вот Видите Шесть штук надо сюда Ну представьте Хорошая батарейка Такая вот 1,5 допустим Она стоит денег А чтобы пульт уверенно работал Значит Надо Чтобы они были постоянно Не ниже 1,5 вольт Каждая из них Вот А После одного-двух Трех полетов Или дней Эксплуатации Они садятся И уже естественно Сигнал Передатчика Слабеет Управление Качество управления полетом Тоже ухудшается А здесь Ничего не слабеет Ничего не ухудшается Через полгода Может быть Разрядится Вы его включили Подзарядили Опять Но сильно не подзаряжаете А то можете спалить Сам Хотя в принципе Я подзаряжал и сильно Но Ничего не сгорело Ну Знаете, береженого Бог бережен Я Во всяком случае До 10 вольт Заряжаю 10 Ну 10,5 Вот где-то так И пользуюсь Ничего Никаких проблем Нет Нужен еще Для ФПВ Вот такой Приемчик Вот это Приемник Вымпрям Приемник С монитором Или с дисплеем Вот он Со шторками защитными Дешевый Здесь Ничего лишнего нет Просто он Принимает сигнал 5,8 ГГц То есть От Передатчик Принимает Вот он Принимает Если Включить Все работает Даже если ОСД Поставите На свой Дрон Здесь Все будет Отражаться Ну я пробовал Мне не понравилось Я Не занимаюсь Спортивными Вариантами Дроноведения Вот Он мне нужен для того Чтобы Съемка была И Чтобы качественно Введить Объект съемки Следить за объектом Снимать этот объект Вот Поэтому Мне это лишнее На экране Абсолютно не нужно Как он цепляется Есть два варианта Есть Для того Чтобы жестко Посадить Такие Дополнительные Дополнительные Крепления По бокам Вот он цепляется Здесь Ну Я На скотч Сажал Эту Основную Плату И потом боковыми Вот сюда К ручкам Хомутиками Пластиковыми Цеплял Очень удобно Но Неудобно Менять его С одного пульта На другой пульт На симовский пульт Вот Я взял Симовскую прищепку Вот она И Одел Этот штырек Фальш Фальш Антенну Так сказать Эту Симовскую И можно На Симовский пульт Вставить И На Боинтойцевский пульт Видите Они в принципе одинаковые Только У Симы тут красная А здесь Черная И Вот Таким образом Таким Вот Образом Я Ставлю Монитор И Антенну Для Приемника ФПВ Можете Подобрать Вот Я этот клевер Поставил Очень даже Доволен У меня Несколько Антенн Я все Экспериментировал Ну вот Этот клевер Подошел Просто Идеально Картинка Не пропадает Прием Прием Картинки Устойчивый С полутора тысячи Метров Устойчив А Экспериментировал Еще Не В режиме Полета Просто Ставил Квадрокоптер Ставил На крышу Включил Передатчик С камерой И Уходил На велосипеде Уезжал С этим Монитором Четыре с половиной тысячи Видит Без проблем Так что Все Просто Все Надежно Это Пульт Что Еще Необходимо Сказать По Модернизации По съемке Какую Камеру Я Остановился На камере Вот Эта Вот Камера LeDage Le7000 Отличная Камера Для Аэросъемки И Для Подводной Съемки Тоже У нее есть режим Регистратор Режим Подводной Съемки Режим Обычный У этой камеры Возможные Настройки Как Баланса Белого Вы можете Регулировать Различные Вариаты Также Вы можете Диафрагму Регулировать Вот В Больших Размерах Звук Регулировать Затем Я уже даже не помню Что там еще Режим съемки Идет Со стабилизацией Вплоть до 4К 4К 30 фпс Стабилизируется Вы можете снимать Как со стабилизацией Так и без стабилизации Пульт дистанционного управления Есть Кроме того Она вся закрыта Вы видите Здесь нигде Ничего Ни пыль Ни влага Не попадает А кроме того Еще и есть Бокс Для подводной съемки Здесь видите Его закрыты Я оборвал тут Резиночка была Случайно Здесь все эти Отверстия Они все закрыты Керметично Значит Пыль сюда не попадает При полете При посадке Все это закрыто Качество съемки Я Выложу Скидочки На те Видео Полеты Которые С дронов Она снимает Кроме того Здесь есть Под штатив Резьба Под винт И Не надо Крепить Вот этой Вот Камеру Хренью Я не знаю Какой Придумал Конечно Ну Очень неудобная Эта вещь Я вам скажу Этот ремешок Из-за него Очень часто Бывает Срывается Камера В воздухе А эта Крепится Очень 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 Легко Сейчас Ох Пардон Уберем Очень Легко Крепится Где он у нас Вот Таким Винтиком Отверточкой Поджимается Вот Так И все Не надо Больше Манипуляций Вот Как Как же Управляется Кэш И Еще Есть Провода Здесь Выведены Вот Для курсовой камеры Вы видите Три провода Выведены На этот разъем Они Уходят туда Вовнутрь Значит Это для курсовой Камеры Это опять же Питание И Коммутация С Передатчиком Здесь Вот Они идут Уходят Управление Подвесом Управление Видите Такая Вилочка И здесь же Управление Подвесом И здесь же Плюс 5 Питание Курсовой Камеры Питание Питание Курсовой Камеры Осуществляется От Подвеса Вот Поэтому Все Вот Так вот Ну это потом Подвесом Здесь Так же Есть Такой Переходничок Я сделал Для Питания Подвеса И питания Передатчика Для Подключения К Дополнительному Аккумулятору Двубаночку Сейчас Я Покажу Подключу его Вот Наш Подвес Встал Работает И вот Если Видите Загорелся Индикатор На Передатчике Тоже Работает Все Вот Раз Не Работает Все Почему Я Передатчик Не Убираю Вовнутрь То Берем Как Palestinians Нам Это Автор Продолжение следует...